Субтитры делал DimaTorzok Все преимущества премиальной карты Майстеркард снова мои. Дорогие друзья, всем привет! Это «Орел и Решка» и «Девчачий сезон» и мы на Балканах прилетели в прекрасную страну Боснии и Герцеговина. Боже, как красиво звучит. И мы здесь первый раз, я первый раз. Во-первых, ты отлично выглядишь, на тебе завязаны все узлы мира и планеты, мне кажется. Это раз. Во-вторых, да, мы действительно приехали в Боснию и Герцеговину. И это круто, что у нее Орел и Решка, Босния и Герцеговина, Ивлеева и Коваль, понимаешь? Короче, ладно, все. Орел и Решка. Решка-орел. Орел. Решка. Привет, Босния и Герцеговина. Это что, мое? Это мне? Это мое? Это цифры? Это Решка? Решка, подожди, стой. Настя, как-то неудобно до этого получилось. Короче, ты не расстраивайся. На самом деле, по всем поводу. Давай-давай, все, пока. Юль, пока-пока-пока. Ты постоишь, плачешь. Ну все, давай, тогда я пошла. Ребят, на самом деле я очень рада, что у меня рюкзак, потому что я соскучилась по Европе. Я буду ножками своими гулять и смотреть на все эти красоты. Ну зачем мне ехать в этой машине и сидеть в отеле целый уикенд? Тут же такая природа просто. А где шампанское? Извините, пожалуйста. Окруженная высокими горами, окутанная древней историей, лежит страна Босния и Герцеговина. Ее улочки манят своим уютом и неразгаданными тайнами. И так, мои сто долларов превратились в сто пятьдесят семь и еще пуговицы от моего плаща, марок. Конвертируемых марок. Говорят, на два дня этого бюджета в Боснии и Герцеговине хватит с головой. Сейчас проверим. Узнаем, сколько обойдется такси до города. Кроме такси, ехать из-за аэропорта можно на автобусе. Кроме такси, ехать из-за аэропорта можно на автобусе. Внимание, дамы и господа, это и есть автобусная остановка. И тут вообще ничего не напоминает об автобусной остановке, кроме этих надписей, которые я едва-едва увидела. И тут нет ни одного автобуса, более того. Остается так догадываться, через сколько он пойдет. Может тут расписание есть? Но на стойке с расписанием информации не оказалось. То есть я вообще без понятия, через сколько придет автобус. Так что остается просто ждать. Сяду на курточке. А мне ждать не приходится. Куда бы и когда бы вы не приехали, лучший выбор автомобиля – это немецкий черный солидный кроссовер. Причем возить меня будет на нем личный водитель. В общем за часовое ожидание автобуса он так и не пришел, друзья. Но у меня посетила гениальная идея. Зачем мне тратить около 15 баксов на такси, если можно снять дешевый автомобиль и проездить на нем целый день. Я посчитала, поизучала, посмотрела в интернете и я могу себе это позволить. Арендовать здесь тачку можно всего за 18 долларов в сутки. Как и обещала, мои хорошие, практически за те же деньги, что и такси, я арендовала себе просто коня. Шкоду 2019 года. Слушайте, какая она новенькая внутри. Вау, ну знаете, когда арендуешь такие автомобили, для меня это, конечно, в новинку все, они обычно такие, ну вот видно, что прожила эта машина какую-то жизнь. Вот тяжело ей, она пыльная, грязная. А эта новенькая, чистенькая и тут приятно пахнет. Ну-ка. Вы слышали этот рык? Практически как лев в саванне. Все, летс го ту зе центр сити. Боже, слава богу этот автобус не пришел, представляете, если бы он приехал. Я бы сейчас ехала на этом трамвае, автобусе и все, потом бы пешкодравом. А так за довольно-таки доступные деньги, как для машины, как для аренды машины, у меня есть возможность целый день перемещаться вообще без труда, без усталости и побывать везде, где я захочу. Вот так вот сидя на заднем сиденье комфортного автомобиля, понимаешь, насколько правильным решением было взять водителя. Ну вот представьте, так бы я ехала сама, следила за маршрутом, следила бы за дорогой. Я бы и не увидела, что вокруг меня. А вокруг меня такая красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начать знакомство с Боснией и герцеговиной мы решили с ее столицы – города Сараева. Во-первых, хочется отметить сразу, меня это очень радует, поскольку я реально фанат природы, что здесь все буквально утопает в зелени. Очень мне нравится. И архитектура очень разнообразная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, конечно, не знаю, что меня ждет в центре города, но мы сейчас, получается, проезжаем окраину. И уже здесь видно, как уживаются вместе современные дома и вот что-то еще сохранилось от старых построек. Вообще город выглядит очень необычно и, знаете, атмосферно. То есть здесь намешано несколько стилей. Там где-то какие-то старинные дома времен 18-19 века. Тут же тебе, пожалуйста, какой-то католический костел. Там мечеть, холмы, черепица, тут же какое-то стекло и какие-то современные здания. В общем, намешано, но смотрится это все очень гармонично. Сараево – это один из древнейших городов Европы, который имеет очень насыщенную историю. За последние сто лет был в составе шести разных государств. Стал свидетелем первой и второй мировых войн. А также вытерпел четырехлетнюю осаду во время боснийской войны. Конечно же, все это сказалось на его облике. Вот прям с первых проездок по городу видно, что он серьезно пострадал во время военных действий в 90-е годы. Но несмотря на то, что на городе до сих пор видны шрамы от войны, сейчас Сараево считается одной из самых безопасных столиц Европы. Хочется прям выйти и прогуляться, но я пока покатаюсь. Выйти и прогуляться я всегда успею. А я решила выйти и пройтись, чтобы познакомиться с Сараево поближе. Боже, ребята, вы только посмотрите, как красиво! За 25 лет после последних военных действий центр города хорошенько отреставрировали. Но главная достопримечательность Сараева – это его мосты через речку Миляцка. Вашему вниманию предоставляется первый мост – Латинский. Построили его почти 500 лет назад. С этим мостом связано важное историческое событие. Рядом с ним убили эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда, что послужило началу первой мировой войны. Ну а последствия весьма печальные вы и сами знаете. А вот еще один мост, который называют мостом Ромео и Джульетта. Несмотря на свое романтическое название, его история связана с трагической осадой города в 92-м году. Одна супружеская пара, которая принадлежала к разным этническим группам, которые воевали между собой, как раз таки хотели убежать от войны и из осажденного города. Но на этом мосту их жизнь закончилась, потому что как раз таки здесь их и убили. Эта пара стала символом страдания людей в этой войне. Ну и наконец, третий мост под названием «Спеши-не спеши». Его необычная петля в середине предлагает замедлить движение и наслаждаться видом. А спроектировали его восемь лет назад студенты Академии искусств. Местные жители считают, что студенты вдохновились вот такой вот булочкой под названием «Волчок», потому что она имеет закрученную форму. Ну, если так рассуждать, то у моста точно не хватает пару звеньев. Ну, а я думаю, что я должна попробовать эту булочку, потому что я точно тогда разгадаю, вдохновлялись ли студенты или нет. Я могу сказать так, если студенты, правда, вдохновлялись этой булочкой, то она абсолютно оправдана. Потому что, вспоминая свою студенческую жизнь, хочется, чтобы было дешево, сытно и вкусно. Эта булочка, правда, очень вкусная. Я предполагаю, что если съесть ее всю, ты будешь сытым на весь день, потому что внутри у нее начинка из мяса, она правда очень вкусная. Харчик просто отменный. Увидеть Сараева из окна машины хорошо, но я знаю способ получше. Друзья, как только в руки ведущего попадает безлимитная карта, он тут же бежит арендовать себе вертолет. Я решила попробовать что-то новенькое. Это гирокоптер или как его еще называют автожир. Легкий тип вертолетов с упрощенной конструкцией. Открытый кузов, винт сверху, винт сзади, бензиновый двигатель и простая система управления. Может подниматься на высоту 150 метров. Это как будто бы смесь вертолета, стула, пропеллера и люльки от мотоцикла. Ну что, Сараева, полетели, посмотрим какой ты красивый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поднявшись на высоту, становится видно, что город Сараева расположен в межгорной котловине. Со всех сторон его окружают лесные холмы и горы Динарского Нагорья. Эта Нагорья занимает 90% всей Боснии и Герцеговины. Поэтому знакомясь со страной нельзя ограничиваться только столицей. Надо еще обязательно взглянуть на удивительную природу вокруг. Чем я и планирую сегодня заняться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тоже решила в столице не задерживаться и вновь вернулась за руль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, городу Сараева говорим спасибо. Все посмотрели, увидели, отфотографировали. И поскольку у меня есть машина, засиживаться в одном городе точно не вариант. Поэтому летс го смотреть окрестности. Дороги в Боснии и Герцеговине отдельная достопримечательность. Во-первых, они ровные и передвигаться по ним комфортно. А во-вторых, друзья, открывается великолепнейший вид. Потому что с города было видно горы, а сейчас мы как-будто в эти горы въезжаем. И вот мимо них, знаете, эта дорога расстилается. И вот эти маленькие уютные домики, где-то даже бараны пробегают по этим холмам. Короче, чувствуется такая, знаете, прям уютная деревенская жизнь. Мне очень нравится. Вот так ехать и балдеть. 90% страны Боснии и Герцеговины занимают горы. Побывать в них обязательно надо. Но вопрос, как и на чем вы там побываете, зависит от вашего бюджета. У меня он безграничный, поэтому… Я арендовала квадроцикл и выехала к ближайшей вершине. Ну я вам сразу скажу, это точно была бы хорошая идея, потому что это вообще по-другому ощущается. Я по-другому вижу горы, свежий воздух, скорость, адреналин из машины какой-нибудь богатой, да, которая у меня есть. Или из-за окна самолета. Это было бы не так. А сейчас это прям то, что надо. Супер. Но у покатушек на квадроциклах есть свои сложности. Во-первых, управлять этой штукой не так уж и просто. Спустя минут 15 начинают реально болеть руки, потому что ты все время должен контролировать, держать крепко руль. Во-вторых, мой железный конь достаточно сильно трясется и я как будто бы на отбойном молотке еду. В-третьих, дорога крутая и извилистая, поэтому передвигаться по ней надо очень осторожно. Ой-ой-ой, боже мой, боже мой, боже мой. Я просто только что чуть не улетела в обрыв и еду, если мне кто-то навстречу, все нормально, фу. Но если приловчиться и не гнать на скорости, получаешь вознаграждение. Боже мой, какая красота. Я просто как будто бы на какой-то пол смотрю, который нарисовал художник, у которого были все эти краски. Удивительно, удивительно. Ой, как хорошо. Это лучшая осенняя прогулка, которая только могла бы быть. Господь и Герцеговина, опять с плюсом тебе. Горы я оставила Юле, а сама решила заехать в еще один населенный пункт под названием Мастар. Это уютный и хорошо сохранившийся городок, чья история началась 500 лет назад благодаря мосту. Неудивительно, что само название города Мастар означает старый мост. Друзья, у этого моста очень интересная история. Был построен он в 16 веке, но тогда еще абсолютно не существовало таких технологий, по которым он был построен. Но нашелся молодой архитектор, который хотел доказать обратное. И сказал, вызов принят и построил такой мост. Но поскольку это было чем-то необычным, новым, люди просто им не пользовались, потому что им казалось, что он вот-вот рухнет. И чтобы доказать обратное, он привязал лодку с обеих сторон, чтобы не снесло ее течением, и сидел в этой лодке. А по мосту ходили солдаты. Около трех дней. Ну естественно, мост не обвалился, молодой архитектор не пострадал. А людям ничего не оставалось делать, как принять его творение и смело ходить по нему каждый день. Мост уникальный еще и тем, что издревле соединял две части города, в одной из которых жили христиане, а в другой мусульмане. Кстати, именно благодаря последним в городе так много восточной архитектуры. Расскажу вам, друзья, сейчас очень интересную историю. Обычно мостовые укладываются брусчаткой. Но в данном случае вы видите гальку, и она здесь неспроста. Один мудрый человек сказал, что это будет удобно для всех. Но когда люди прошлись по мостовой, они сказали, что это жутко неудобно, категорически неудобно. И он сказал, вот именно, когда наши женщины будут гулять по этому мосту, они будут смотреть под ноги, а не строить глазки чужим мужчинам. Вот такой вот лайфхак от мусульман. Мусульманский лайфхак. Правда, сейчас местных тут практически не встретишь. Они живут в спальных районах, а в центре гуляют в основном туристы. Но и их из-за карантина немного. А то так красиво, Соня, я не могу. Почему сейчас не строят такие города? Я бы с удовольствием купила квартиру в таком. Немедленно просто хочется снять квартирку или этот домик. Безумно красивый городок, безумно красивый. Просто в топ-10 моих самых любимых мини-городков. Нет, Настюх, селиться в Боснии и Герцеговине лучше всего в горах. Например, в отеле Пина. Он расположен среди густой зелени и стилизован под традиционную боснийскую хижину с современным дизайном. За что был даже удостоен нескольких престижных архитектурных премий. В нем-то я сегодня и поселюсь. В лучшем двухуровневом люксе. И кажется, у меня очень красивый, светлый и необычный номер. На первом уровне гостиная, ванная и гостевая спальня с необычной геометрией. С необычными балконами. Смотрите, как панорама. А на втором уровне… находится главная спальня номера. Я как будто бы в лесном домике. И ощущение, что я здесь одна. И здесь даже в номере пахнет хвоей, пахнет лесом. Это то, что я хотела. Просто остаться наедине с природой Боснии и Герцеговины. Пользоваться привилегиями премиальной карты Мастеркард люблю, умею и с удовольствием практикую. Ведь у владельцев карты безграничные возможности по всему миру. Вот так, благодаря бесконтактной оплате, получаешь лучше всего за пару секунд. Все как я люблю. Ну что ж, самое время познакомиться с местной кухней. Но! Денег у меня немного. Поэтому мне прямиком в вашчиницу. По-нашему это столовая. Дешево и сердито. Но, думаю, на вкус еды это не повлияет. Я решила заказать традиционное местное блюдо под названием кали. Это блюдо родилось в холодное время года, потому что заготовки из картофеля или капусты делаются с лета. И эти овощи есть всегда. А мясо вяленое здесь, сухое. То есть его можно было просто разогреть, добавить к блюду и получалось что-то типа гулеша. Давайте пробовать. Ммм, лютейшая, просто лютейшая жирная похлебка, очень много масла. Ммм, и мясо вяленое просто балдеж. Я уверена, что у многих семей матушки делали вот эти вот копченые кости варили, когда покупали вот в этих казанах. И вот это вот прям с ребрышка, вот это вот вяленое мяско, очень вкусно, очень. Мне же этих ребрышек захотелось, о господи, безумно вкусно, реально блюдо топ. Мне нравится. Помимо мяса, местная кухня славится своим кофе и десертами. Причем у боснийцев это целый ритуал. Здесь принято чаефить. Ну, то есть, короче, максимально наслаждаться моментом. И кофе не принято пить за 5 секунд. Поэтому тут существует несколько правил. Правило первое. Так, что важно, нельзя сразу перемешивать и наливать. Потому что здесь наверх поднимается жмых вот этот вот кофейный. То есть мы нальем просто вот эту вот жижу, гущу. И правило второе. Ни в коем случае нельзя его перемешивать вот так. Нужно аккуратненько, как будто бы приподнимая эту пенку и выкладывая ее обратно. Пока она не станет, ну, такой, кремовой. Да, как говорится, к боснийскому кофе на кривой кобыле не подъедешь. Ладно, будем пробовать. Вот такой ядрененький, приятненький эспрессо получился. Ну и в целом, действительно, такой кофе, если пить, то, мне кажется, его нужно смаковать. А смакуют его тут с традиционным десертом. Десерт называется смоквара. Смоква в переводе с местного – инжир. То есть это десерт из инжира. В прямом смысле этого слова. И полит еще сверху инжиром. Ладно, давайте пробовать. Надеюсь, он на вкус гораздо вкуснее, чем на внешний вид. Слушайте, довольно-таки вкусно. Я бы даже сказала, очень вкусно. Напоминает вот такой вот пропитанный сочный бисквит инжирный. Свежо, абсолютно не ядерная сладость и очень вкусно. С кофе то, что нужно. Рекомендую, друзья, правда. От всей души и своего чистого сердца. А я сегодня буду обедать в ресторане. Называется Кавачевич. С красотами и видами Боснии и Герцеговины я уже плюс-минус познакомилась. Но я совсем ничего не знаю о национальной кухне этой страны. И это вообще не в правилах моей жизни. Надо срочно это исправлять. Поэтому я здесь. Сейчас будем кушать. Ага. Спустя 20 минут любимое блюдо боснийцев на столе. А-а-а. Фу, слава богу. Я издалека думала, что мне только вот это принесли. Оказалось, что коронное блюдо в Боснии и Герцеговине – это ягненок на вертеле. Для этого молодую тушку прожаривают на углях на открытом воздухе в течение трех часов. Потом готовое мясо разрезают, освобождают от костей, подают с картошкой и вот таким украшением. Это извращение какое-то, ну типа принести голову животного, которое я сейчас буду есть. Знаете, это как… Если маньяком каким-то ощущают, я хотя бы отверну его. Супер. Знаете, что я вижу? То же самое. Теперь как-то вам, наверное, там не очень приятно смотреть. Ну ладно, давайте все, давайте в сторону лирику. Пробуем. Не при голове этого животного будет сказано, но пахнет это просто отменно. И угольком, и дымком, и жареным мяском. В общем, это идеально. Боже. Я сейчас на пороге того, чтобы сказать, что это самое вкусное мясо в моей жизни. У него нет никакого специфического аромата. Оно нежнейшее. Теперь я понимаю, почему на Балканах и в частности в Боснии и Герцеговине все с мясом. На мясе и с мясным соусом, и мясной подливкой, и еще сверху кусочек мяса. Потому что они действительно умеют его готовить. Местная кухня просто сразила меня на полу. Но здесь все идеально. Вид, вкус, мясо, антураж. Надо, единственное, поменять человека, который на кухне украшает блюдо. Лучше бы листики салата. Зачем такое? С наступлением темноты в городке Мастар становится еще уютнее и милее. Мягкий теплый свет фонарей заливает узкие улочки и подсвечивает старинные здания. Как красиво, друзья. Вы видели, какой красивый мост? Еще такая подсветка интересная, необычная, тупо голубая. В этом городке я сегодня и заночую. Тем более, что из-за карантина в Мастаре практически нет туристов. Поэтому все жилье сдается с большими скидками. Вот я и ухватила целые апартаменты. Всего за 18 долларов в сутки. Оказалось, в моем распоряжении небольшое двухэтажное жилье в старинном доме. На первом этаже находится кухня с телевизором и уборная. Друзья, на самом деле я немножко в ступоре, потому что вообще такие апартаменты, да, я такие первый раз встречаю. Поначалу кажется, что это ресепшн, но чтобы вы понимали, это моя кухня. То есть я могу здесь приготовить себе завтрак и здесь не будет никаких других людей. Идем на второй этаж. Боже мой, ребятушки, ну это просто какой-то чудовище. Тут находится спальня. Смотрите, ребята, абсолютно чистейшая, просто потрясающая мягкая кроватка. И более того, она рассчитана на двоих, а спать я в ней буду одна. Полотенчики все чистое, свежее, белое. Телевизор, у меня два телевизора, два. Никогда такого не было за всю историю моего бедного существования. Мое прекрасное панорамное окно. Я очень счастлива. Это тот момент, это вот тот редкий момент, когда ты со ста баксами, но, возможно, ты гораздо счастливее, чем человек, у которого сейчас безлимитные возможности. Спокойной ночи, Босния. Спокойной ночи, Герцеговина. Спокойной ночи, дорогие телезрители. И что, он поедет к ней на стройку просить прощения? Ты посмотри, и ведь она его простила. Саша, все, пока, спокойной ночи, говорю же. Доброе утро. Сейчас я быстро в душу и все, идем. И полежу еще пять минут, хорошо? Две минуточки. А я с самого утра, не теряя ни минутки, отправилась в глубь страны, чтобы успеть посмотреть еще несколько достопримечательностей Боснии и Герцеговины. Говорят, есть тут еще лакомые кусочки для туриста. Тем более, друзья, в существующих реалиях вот такие вот кусочки Европы, они особенно ценны, понимаете? Это вот как очень сладкий вкусный десерт после долгой и тяжелой невкусной диеты. И один из таких кусочков – исток реки Буна. Река Буна берет свое начало в глубинах подземной пещеры у подножия древней скалы. С этим местом связана легенда о мусульманском монахе-дервише. В этой пещере жил-поживал змей. Злостный такой змей. И один раз в год требовал принести ему жертву – молодую девицу-красавицу. Естественно, местные кидали жребий, потому что по собственному желанию никто к змею идти не хотел. И жребий пал на дочку правителя. И вот девицу-красавицу привязали к скале, как вдруг в город приезжает дервиш-красавец. И булавой бьет змея. Змей падает и хвостом своим рассекает вот эту скалу и конечно же умирает. Благодарный отец построил дервишу вот этот вот дом прекрасный, это же и монастырь. И все, и все закончилось хорошо, все стали живы, довольны и счастливы. Кроме змеев. Говорят, этот дом до сих пор находится на том же самом месте. И любой турист может его посетить. Боже, ребята, какая красивая комната. Комнатка маленькая и шесть окон. Посмотрите, как светло, как красиво. И потолки, это же просто невероятно. Это же все сохранилось с тех времен. Посмотрите, очень простой дом. Ощущаю, что какой-то невероятный символ, энергетик. И может быть это из-за того, что и природа, конечно, делает свое дело. Потому что когда ты видишь из окна могучие вот эти вот скалы, водопад, река. Конечно, просто не может стать равнодушным. По легенде, после смерти главного героя это место стало тэкией. То есть гостевым домом для странствующих монахов – дервишей. Что примечательно, друзья, тэкия должна была быть построена по, скажем так, местному фэншую. И включать в себя семь обязательных пунктов. Сейчас покажу каждый из них. Лестница. Могила. Дом. Пещера. Вода спокойная. Вода текучая. Скала. Считается, что эти семь обязательных элементов наполняют место уютом и гармонией. Друзья, ну кроме как местом силы, действительно это место назвать нельзя. Здесь сошлось все. И красота, которая сделана руками человека, красота, которая создана природой. И ты просто не знаешь, на что сосредоточить свое внимание. Потому что, ну правда, вы только посмотрите. Это невероятно. Кроме красот, природа Боснии и Герцеговины хранит и немало тайн. Если вы думали, что самые известные и самые большие пирамиды в мире в Египте, вы ошибаетесь. Самые большие пирамиды в Боснии и Герцеговине. Пойдемте посмотрим. Все мы знаем про пирамиды в Египте. Но оказалось, что эти древние строения разбросаны буквально по всему миру. В Мексике, Судане, Перу, Китае, Камбодже, Гватемале, Сальвадоре, Белизе, Японии, Италии, а также Боливии, Гондурасе, Австралии, Испании, Греции и даже в Крыму. Исследователи насчитывают 409 пирамид, но полное их количество неизвестно. Ведь большинство либо затоплено, либо заросло лесом. Несколько лет назад такую пирамиду нашли в Боснии и Герцеговине. Ее высота 220 метров. Как и остальные, она имеет четкую геометрию. Каждая ее сторона точно направлена в одну из четырех сторон света. Состоит из каменных блоков и имеет туннели внутри. Кто мог построить такие сложные конструкции тысячелетия назад по всей планете? Одни считают, что это древняя очень развитая цивилизация, которая потом куда-то исчезла. Другие, что это инопланетяне. А официальная наука вообще отрицает существование большинства пирамид. За ответами я обратилась к первооткрывателю здешней пирамиды Семиру Османагичу. Я изучал пирамиды на протяжении 35 лет. По всему миру. Они находятся повсюду. Нас в школе учат, что они есть только в Египте и Мексике. Это неправда. Они есть на всех шести континентах. Я путешествовал, изучал, анализировал и все документировал. В 2005 году я приехал сюда. Не ради пирамид. Просто, чтобы посетить несколько местных музеев. Но потом я увидел это. И хоть она покрыта лесом, но посмотрите на ее геометрию. Одна сторона. Вторая. Третья. Четвертая. Правильный треугольник. Мы начали копать. Тут, тут и тут. И мы нашли блоки. Из древнего бетона. Как на этих плитах выросли деревья? В 70-х люди высадили здесь деревья. Они просто не знали, что это пирамида. Они думали, что это земляной холм. Сколько всего пирамид вы здесь нашли? Мы нашли шесть пирамид. Это самая большая. Пирамида Солнца. Есть еще пирамида Луны. Пирамида Дракона. Пирамида Земли. Любви. И есть еще шестая пирамида. Первые три пирамиды расположены на одинаковом расстоянии между друг другом. И образуют собой равносторонний треугольник. Все стороны которого равны 2180 метрам. Такая себе пирамида из пирамид? Да, вы абсолютно правы. Пойдемте. Надо надевать каску? Да, чтобы защитить голову. Я юный геолог. Мне нравится. Я… летс го. А как вы нашли эти туннели под пирамидой? В 2005-м я изучал пирамиду. Согласно моим исследованиям, все пирамиды в мире имеют туннели. В Египте, Китае, Перу, Мексике. Поэтому я решил изучить подножье пирамиды. И оказалось, что неподалеку есть пещера, которую все считали природной. Ее размер был всего 20 метров. Когда я стал ее расчищать, оказалось, что здесь целая сеть туннелей. Так кто же все-таки построил эти пирамиды и туннели к ним? Это была очень развитая цивилизация. Ведь они смогли построить сеть туннелей длиной 100 километров. На сегодняшний день нам удалось расчистить пока только три. Сейчас наша первостепенная задача – отыскать вход в эту пирамиду. Мы уже находимся под ней, но как в нее попасть, пока неизвестно. По словам Семира, при раскопках были проведены некие замеры с специальными приборами, которые показали, что вся пирамида излучает сильные потоки неизвестной энергии и ультразвук, которые позитивно влияют на организм. Поэтому многие исследователи считают, что комплексы пирамид, разбросанные по нашей планете, это остатки какой-то глобальной сети сооружений, построенных древними людьми для накопления и передачи энергии. К слову, остальная часть исследователей уверена, что пирамиды – это порталы в другие миры. Как вы думаете, почему многие не верят в теорию существования древних пирамид по всему миру? И думают, что это просто обычный холм? Так говорят те, кто здесь никогда не был. Почему? Да потому что это повлечет за собой большие изменения. Нужно будет полностью переписать историю человечества. Много кто не хочет этого делать. Спасибо большое. Верить в существование пирамид или нет – личное дело каждого. Но все время, что я здесь находилась, к пещере продолжали и продолжали приезжать туристы. Несмотря на карантин. Некоторые люди даже приезжают сюда, чтобы полежать на этих камнях и зарядиться энергией. Ребятушки, я приехала в очень интересное место, где расположена река Требежат. Вам не послышалось. А прикол этой реки в том, что она образует потрясающие каскады из водопадов. Пошли смотреть. Водопады Кравица считаются самой красивой природной достопримечательностью Боснии и Герцеговины. Здесь река Требежат падает с крутого обрыва высотой около 25 метров в удивительной красоты озеро. Посмотрите, какая это красота. Просто в такой гуще чаще лесов. Такие красивые водопады, они реально как ветви деревьев каких-то, еще и рядышком, как корни деревьев. Водопады Кравица в переводе означает маленькая корова. По легенде, много лет назад эта парнокопытная упала в реку. Местные жители подумали, что она умерла, но вскоре нашли корову в этом озере. И обнаружили таким образом сами водопады, которые и назвали в честь пропажи. А, обалдеть. Я клянусь, это, наверное, одно из самых красивейших мест на планете. И точно самых красивейших мест, где я когда-либо бывала. Это хит. Если бы это была песня, то это был бы хит. Если бы это была живопись, то это как минимум был бы Вангог, понимаете? Если фильм, то это абсолютный Оскар. Под эту прекрасную музычку хрустящая, манящая и самое желанное 100 долларов от Орла и Решки. Бутылочка уже приготовлена, так что скручиваем. За кладом от Орла и Решки отправляйтесь в Боснию-Берцеговину в городок Конец. Рядом с пересечением улиц Старо-Чарше и Шехытька, близи каменного моста и спрятана наша бутылка. Далеко туда лезть не буду, как говорится, хочешь спрятать, положи перед самым носом. Удачи, удачи, удачи. Босния и герцеговина умеют удивить, умеют восхитить, вкусно накормить и по уши в себя влюбить. Только посмотрите, как красиво это то, что я хотела. Это абсолютный Оскар. А вокруг меня такая красота. Это невероятно. Я юный геолог, мне нравится. Я вот так ехать и балдеть. Это лучшая осенняя прогулка, которая только могла бы быть. Костя и герцеговина, опять сблюсь от тебя. Рокетмен, точнее я Рокетвумен. Настя, ты как матрешка в боснийском и герцеговинском. Ну слушай, если бы ты была бы со 100 долларами и побольше бы ходила по улицам, ты бы тоже закуталась, потому что здесь довольно-таки прохладно. Но я скажу тебе так, Юлька, ты наверное хочешь узнать, как прошел мой уикенд? Да, и видно ли нас сейчас в кадре тоже хочу еще. Короче, я скажу тебе так, я получила максимальное удовольствие, потому что это сплошная эстетика. И более того, ты удивишься, но я не только ходила пешком, я еще ездила на машинке. Да, у меня хватило денег арендовать себе автомобиль, поэтому я даже окрестности посмотрела. И короче, я тебе так скажу, это идеальное место для творческого человека, для туриста, который хочет вдохновляться, созерцать на красоту. А еще здесь очень вкусная, сытная и недорогая еда. Как твой уикенд? Слушай, ну я, как ты говорила, вдохновлялась, музицировала, но все это делала с комфортом. И могу тебе сказать так, Босния и Герцеговина это просто королева всех Балкан. Ну лично мое мнение. И сюда надо возвращаться. Да, 100 процентов, друзья, сюда надо возвращаться с 100 долларами, не знаю, с безлимитной карты. Сюда просто надо возвращаться и даже приезжать первый раз. Поэтому рекомендуем и увидимся с вами в следующем городе. Пойдем. Давай, слушай, я тебе скажу. Пойдем сюда, кстати. А здесь прикольная урочка. Давай, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотри, как красиво. Хотя, слушай, у меня там машина еще, можем прокатиться? Нет, давай погуляем, смотри, какой воздух хороший. Ну давай, пойдем.